Всем привет, ребят, с вами Лего. Наконец-таки сегодня мы сделаем обзорчик на ретро-генезис 8-bit HD Wireless приставку. Сколько названий? А если по-простому, то это Dendy. Окунемся в 90-е года. Тот, кто моего возраста примерно знает, о чем я имею в виду. А тот, кто не знает, как раз-таки посмотрит мой обзорчик и поймет, во что я играл, когда мне было 5 лет. Помню, в общем-то, мне подарила мама приставку, она ездила туда за границу. И, по-моему, ей как раз-таки за границей привезли приставку Dendy. Но она была не оригинальная, она была такая черная, китайская. Таких я вообще, если честно, не видел. Вот это что-то наподобие оригинальной Dendy приставки, но, естественно, здесь уже с наворотами. Здесь есть HDMI-кабель, который можно подключить, беспроводные геймпады. Но тогда, естественно, ничего этого не было. Тогда были проводные, и HDMI уж тем более не было. Все подключалось через тюльпаны на такие телевизоры, как они, кинескопные, большие, огромадные. Долго не играя, а то там кинескоп, что-то там, короче, с ним случится. Вот так говорили родители. Ладно, поехали уже сейчас полноценно делать анбоксинг. Кстати, Лиля купила картридж Battle Tots 3 русская версия. Как вы понимаете, это уже пиратка. Battle Tots 3 вообще нету, по-моему, в помине. Есть Battle Tots 1, есть Battle Tots 2. Battle Tots 3, кстати, выйдет на компьютере в районе 20-х годов, 2020 или 2019, но это пока еще не точно. И такой картридж стоит, ребят, 330 рублей. Так, по скрипту, если есть у кого картриджи, присылайте мне домой. Дело в том, что у меня был огромный пакет картриджей, черный такой, знаете, черный мешок из-под мусора, в котором лежали картриджи. В основном они были без оранжевых коробок, просто была плата, которую ты делал вот так, и вот так вставлял. Она могла не работать, если там была какая-то пылинка. Это была такая жесть вообще. Ладно, все, не буду таить, поехали делать анбоксинг. Ну что, вот наша коробка, она в бело-красных тонах. Вообще у Retro Genesis мне очень сильно нравится их дизайн. Такой неброский, все информативно написано. Говорится о том, что здесь есть 300 встроенных игр, как раз таки мы посмотрим. HD изображение, то, что можно подсоединить к вашему телевизору, HDMI кабель. Самое прикольное, что есть переключатель сигнала на 16,9 широкоформатные изображения и 4 на 3 для стариков. Вот старики, которые, как я, играли там в 144P на 4 на 3. А сейчас здесь можно подключить HDMI кабель и вывести изображение широкоформатное. Будет большое. Два беспроводных геймпада и подключение картриджей. Давайте будем смотреть. С задней части стороны здесь куча преимуществ. HD изображение, можно подсоединять к новым мониторам, телевизорам, в которых есть HDMI. И к старым, если у вас есть тюльпаны. Встроенные игры, 300 штук сюда за сандалии игр. Здесь есть список, что за игры. И подключение картриджей. Специально купили в Уфе. Не так-то много там, на самом деле, картриджей, как я понял. Но нашли. Самое главное, что нашли Battle Tots. А вот Battle Tots в списке нету, к сожалению. Потому что это одна из самых крутых игр. Итак, поехали. Обычная Retro Genesis 8-bit Wireless инструкция к эксплуатации. В принципе, зачем она нам нужна, не нужна. Мы и так все поймем. Сама приставка. Питание. USB кабель. Как же все это шуршит. USB кабель, скорее всего, подключение геймпадов. О, вот насчет этого я, кстати, не ожидал. Положили HDMI кабель. Это очень хорошо. Но, по-моему, он самый простецкий. На нем не написано, какой он. Там 2.0, там 2.1.4. Но я думаю, это без разницы, какой HDMI кабель. Потому что картинка все равно будет на уровне 8-бит. То есть, будут, короче, жесткие пиксели. HDMI кабель и 2 геймпада. Вот геймпады, видно, что не оригинальные. Ну, естественно, как бы выглядят они как оригинальные, но они толще. Оригинальные геймпады были намного тоньше. Сделаем уборочку и поехали дальше. Итак, поехали по нашей приставочке. Обычная приставка. Спереди у нас 2 входа под оригинальные геймпады. Раньше как раз-таки они были проводные. И было такое подключение у нас на приставке. Далее есть кнопка Power. Включаем приставку. Выключаем приставку. Кнопка Reset. Сбросить игру. Если у вас есть стройная игра, вы просто ее сбрасываете и нажимаете в списке какую-то новую игру. Есть такая крышечка, которая закрывает от попадания пыли или инородных каких-то тел от картриджей. В общем-то, сердце данной приставки. Смотрите, показываю один раз, как мы делаем. Вот так продуваем и плотненько... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот поэтому и ломались у нас по ходу дела пластмасски. Ну-ка. Во! Там нормально? Жди, хорошее качество. Да, да. Аккуратно вставляем картридж и его вынимаем. Но уже я прям чувствую, что картридж уже скоро откроется полностью. Ну, потому что здесь по бокам просто проклеены и все. Так. Здесь по бокам... Кстати, на лицевой стороне написано Video Game System. То есть не Dendy, не 8-бит, а видеоигровая система-приставка. Впереди, как я и говорил, подключение геймпадов оригинальных. Но у меня нет оригинальных геймпадов, поэтому я не смогу вам это показать. Сбоку есть отверстие под установку геймпадов. Смотрите, как это круто выглядит. Вы устанавливаете ваш геймпад в консольку, в приставку, и у вас он никогда не потеряется. О! Все. Поехали. Кстати, с внутренней стороны написано, что это Retro Genesis. Написали даже, какая модель, серия, серия и ее номер. И, конечно же, сайт www.retrogenesis.ru, на который вы можете зайти и купить данную приставку. Здесь есть 4 прорезиненные вставки, предназначенные для того, чтобы ваша консоль устанавливалась где-то, я не знаю, на столе и не двигалась. Теперь самое интересное с задней части стороны, что мы видим. DC-in – это подключение вашего питания, вашей приставки. Здесь – это microUSB. MicroUSB устанавливаем в приставку, а на другой стороне 220 питание. Оно USB-шное. Все. Адаптер установили в 220, включили, ваша приставка начинает работать. Здесь переключатель Power нажимаете вверх, и у вас приставка включается. Поехали дальше. Следующий показатель – 16 на 9 и 4 к 3. Если у вас данный переключатель switch в левой стороне приставки, значит, у вас будет широкоформатное изображение экрана. Если у вас будет переключатель вправо, то будет 4 на 3 суженое, то есть для old-fag, для старичков. Далее идут два входа кабеля и одно видеотюльпаны. И, конечно же, подключение HDMI кабеля. Ну что, приступим к... О, здравствуйте. Приступим к установке и... Не к установке, а приступим, в общем-то, к игре. Посмотрим, как это будет выглядеть на самом деле. Как раз-таки Илюша проснулся и пришел к нам. Итак, подключили мы нашу приставку, 8-битку, Dendy. Поставили батарейки. И, в общем-то, все отлично у нас работает. Запустилась менюха, то есть вот так это все это было. Я подключил HDMI к телевизору, питание к 220. И пауэр делаем. И должна включиться приставочка. Вот она включается. 300 вагном игр. Ни одна из игр не повторяется. Полный список вы увидите в ролике, если хотите посмотреть. Такие игры есть. Либо зайти в мою группу ВКонтакте и подписаться на нее. Я там оставил этот список. У нас есть здесь, допустим, такие шикарные игры, как Бомбермен. Это вообще жесть, конечно. По-моему, даже в эти игры играли родители. Причем не только мои, а многие, у кого было Dendy. В Бомбербены играли очень много людей. То есть ваша задача ставить бомбочки и убивать вот эти вот штучечки. Вот так, хоп. И также ломать кирпичики. В них могут быть различные бонусы. Очень интересная, офигенная игра. Бомбермен на самом деле. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Игр здесь очень много. И реально они все работают. Бэтмен, допустим. Смотрите, поехали. Бэтмена запускаем. 28-я позиция. Бэтмен. То есть 300 игр вам точно хватит, я не знаю, на очень долго, чтобы попробовать все это дело пройти. Джойстик, кстати, геймпад работает. Давайте ради интереса я попробую отодвинуться далеко-далеко-далеко-далеко и посидеть, поиграть. Будет ли он работать. Все работает отлично. Все хорошо. Все отлично работает. Только я играть не умею. Потому что сейчас игры все уже окузуаленные. И в те времена реально было все это дело тяжело проходить. Давайте начнем с конца. Посмотрим, какие есть еще игры. Здесь, по-моему, где-то должен быть теннис. Вот Super Mario Bros. Вот и теннис, пожалуйста, вам. Одна из самых тоже клевых игр это теннис на двоих. Это просто бомба. В нее тоже многие играли. Здесь еще судья сидит Марио. В общем-то тоже долго можно в нее играть. Я сейчас быстренько бегло посмотрю. Ну, покажу вам то, что игры работают. Они реально прикольные. А как вам такое, ребята? 264-я позиция. Это танчики тоже. На двоих можно делать различные уровни. Либо просто проходить уровни на прохождение. Все. Тот самый танк. В общем-то, я по-любому запущу стримчик по Денди. И мы попробуем в какие-нибудь поиграть игры. Я имею в виду на Денди. Так, что у нас еще есть? Пришел Илюха. Продолжаем, посмотрим. О, дыг-дыг-дыг. Да, привет. У меня такой уже есть. Давайте посмотрим еще какие есть игры. Если я смогу даже вспомнить. Так, Pac-Man. Как же, кто не знает Pac-Man, ребята? Это Pac-Man. Ну, короче, все крутые игры на Денди есть. Их просто здесь дофига. И это очень круто. Pac-Man пошел хавать. Ну, ваша цель, чтобы пройти уровень, собрать все точки и откроется следующий уровень. Так, я думаю, сейчас еще какую-нибудь последнюю игру посмотрим. А, как же я могу пропустить серию Super Mario? Это вторая часть. Во вторую часть не играл, так она еще и переведена полностью на русский язык. Ничего себе. Вот в этом Марио я не играл. Я играл в первую, обычную. Это как это второе Марио. Здесь только прыгать, как обычно. Или вниз надо лететь. Я даже не знаю, что это за Марио. Интересно. Да, он умеет быстро бегать. Короче, понятно. Дальше что у нас еще есть? Теннис, Терминатор. Какие тут еще игры? Сквин. Спартан, Сноуброс. Ривер Сити. Так. Ниндзя Туртл. О, это же черепашки ниндзя. Где они там были? Ниндзя Туртл. Давайте включим какую-нибудь третью серию. И посмотрим на черепашек. Да, Илюха. Черепашки ниндзя. Во, это вообще, конечно, это вообще, это просто жесть. Вот это жесть. Я, по-моему, постоянно играл за Майка с нунчаками. Да, это тут можно до бесконечности проходить. Она такая, ну, одна из таких сложных игр. И в конце там прикольные боссы были. Там Рокстеди, Бибов, Шреддер. То есть тут вот так вот все это происходило. Всякие комбы, шмомбы. Все отлично. Ладно, ребят. Теперь ресетим. Выключим консоль. И момент истины. Battle Tots 3 русская версия. Проверим, работают ли картриджи. Устанавливаем. Включаем. И ждем. Посмотрим, запустится ли. 300 игр было. Поставил картридж в приставку. И что мы видим? Мы видим лицензия от Нинтендо. Все на русском языке. Непобедимая команда. Боевые жабы. Двойной драгон. Battle Tots Double Dragon. Это вторая часть, как я и говорил. Потому что третий тупо не существует. Тысяча, ребят. 993 год. И я уже тогда в 93-м играл в нее. Мне было 5 лет. Мощь. Здесь, получается, есть 3 жабы. Первая часть, это всего лишь где-то 3 жабы. А Double Dragon добавляются 2 бойца из Double Dragon. Отдельной игре это Билли и Джим. Вот они. Но жабы, жабы, это самые нормальные чуваки. То есть все работает. Тоже можно проходить с другом. Что самое интересное. В Battle Tots всегда интересно было играть с кем-то. В общем-то здесь вот эти вот удары, надувные кулаки. Все достаточно круто и забавно. Ну и что самое интересное. Вы все это смотрите на как бы большом телевизоре. То есть у вас картинка не размыта. Конечно я могу ради прикола прямо сейчас. Изображение. Интересно, на ходу он разрешит мне? О, вот так мы играли раньше. Видите, боковушки убрались. Теперь из полной форматки у вас обычное разрешение 4 на 3. Я даже не представляю, как это сейчас показывать. Все, сейчас широкоформатная картинка. Ну что, ребят. Вот и подошел к концу наш обзор по Dendy. Все хорошо работает. Все тактильно. Никаких проблем нету. Картридж вынимается. Картридж тем более пиратский работает. Если есть какие-то сборники у вас, присылайте, протестируем. Есть еще сборники. Я видел на Алиэкспрессе. Там 400 игр в одном. Еще там сколько-то. Но мне кажется, что эти игры там будут повторяться. Здесь я точно знаю, что 300 игр. Просто лютый сборник. Он не повторяется. Да, Илюша? Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если наберем 1000 лайков, то я вспомню для вас еще одну легенду. Это 16 бит. Называется она Sega. Поэтому пишите комментарии. Запустим стрим. Обязательно потестируем Dendy. Всем удачи. С вами был Лего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok